В законодательстве об охране труда с 1 сентября этого года вводятся важные изменения. Щелковский союз промышленников и предпринимателей провел семинар для должностных лиц, отвечающих на предприятиях и в организациях за безопасность работников. Союз промышленников представляет руководителей предприятий, которые будут сегодня присутствовать, и организации, которые должны четко понимать, что на предприятии надо создать все условия для того, чтобы работа была безопасной, чтобы не было несчастных случаев. В организации семинара принял участие профильный учебный центр «Вертикаль». Сегодня очень важная тема – это новое в положениях о расследовании несчастных случаев. Очень много будет ключевых изменений, поэтому мы на наш семинар приглашаем представителей государственных надзорных органов. На семинаре шла речь о том, что раньше расследование несчастных случаев на производстве проводилось по факту происшествия. Теперь же гораздо большее внимание уделяется профилактическому обеспечению безопасности. Нововведения также коснулись организации безопасности рабочего места, правил выдачи средств индивидуальной защиты, а также учета профессиональных рисков на производстве. Утверждено новое положение о расследовании несчастных случаев на производстве. Оно очень поменялось, в отличие от СССР 73-го постановления. Очень много введено новых, введены микротравмы, которых у нас никогда не было. И оно направлено все-таки у нас расследование несчастных случаев на сохранение жизни и здоровья человека, что это превыше всего является. На семинаре отмечалось, что в трудовом законодательстве теперь структурированы основные процедуры управления работодателем охраной труда с уточнением прав и обязанностей участников отношений. Так, например, в целях производственной безопасности директора смогут внедрить на предприятии систему видеонаблюдения, аудиоконтроля и других видов дистанционного контроля за выполнением работ. Одновременно в законодательстве прописано право работника знать, в каких условиях он работает, с какими профессиональными рисками сталкивается, положены ли ему средства защиты и какие-либо компенсации, а также установлены ли на его рабочем месте видеокамеры и прочие устройства дистанционного контроля. Нововведения в трудовом законодательстве вступят в силу 1 сентября.